Офис банка на Школьной улице ненадолго превратился в уютное кафе. Здесь сегодня проводится бизнес-завтрак, организованный финансистами и Ленинским отделением Торгово-промышленной палаты Московской области. Это первая встреча такого формата. На мой взгляд, хорошая история, посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, вы получите ответы на ваши вопросы. А вопросов у предпринимателей всегда немало, особенно сейчас, когда финансовая обстановка в стране стремительно меняется. Стараемся со своей стороны доводить до предпринимателей все новые вещи, которые сейчас есть в рамках антикризисных мер, государственных программ, областных программ по кредитованию, плюс дать некий обзор рынков, аналитику и так далее. Естественно, главное, что обсуждалось на этой встрече без галстуков, различные программы поддержки предпринимателей, которые внедряет областное и федеральное правительство. Первая программа, которую хотели представить, это у нас программа кредитования от правительства Московской области. И совместно с корпорацией МСП. Главный плюс таких встреч – живое общение, причем общение со специалистами, которые готовы дать исчерпывающий ответ на любой вопрос, касающийся финансовой сферы. Если сейчас рефинансирование где-то 8%, ключевая, то здесь вот как раз там 5,5% получается. Здесь получается формирование ставки, одна вторая ключевой ставки, то есть половина плюс 1,5%. На подобных встречах обсуждаются не только вопросы кредитования и предоставления других банковских услуг. Предприниматели интересуют и общие финансовые тренды. По биржам, как и куда что движется, естественно, очень много вопросов. Помимо прочего, все же физические лица еще. Всех интересует, куда пойдет там рынок, допустим, депозитов, там физлиц и так далее. То есть на самом деле много вопросов и практически все интересно. Подобные встречи без галстука будут проводить на постоянной основе. Кроме того, планируется организовывать для учеников видновских школ уроки финансовой грамотности. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Продолжение следует...